Музыка Сегодня я хочу поговорить о мозге человека. Мы проводим исследования на эту тему в Калифорнийском университете. Представьте себе на минуту такую проблему. Вот комок плоти весом в полтора килограмма. Его можно удержать на ладони. Но этот комок в состоянии почувствовать колоссальность межзвездного пространства, в состоянии придать смысл бесконечности, поставить вопросы о смысле собственного существования, о природе Бога. И это воистину самая потрясающая вещь в мире. Это самая большая тайна, которую должен раскрыть человек. Как все это происходит? Вам, конечно же, известно, что мозг состоит из нейронов. Здесь на картинке нейроны. В мозге взрослого человека 100 миллиардов нейронов. Каждый из них имеет от 1000 до 10 тысяч контактов с прочими нейронами. Было подсчитано, что если взять эти числа за основу, то число перестановок и комбинация активности мозга превышает число элементарных частиц во Вселенной. Так как же изучать мозг? Один подход состоит в том, чтобы изучать изменения в поведении пациентов с повреждениями различных участков мозга. Об этом я говорил на прошлой конференции ТЭД. Сегодня речь пойдет о другом подходе, который состоит в том, что на различные участки головного мозга помещаются электроды и регистрируется фактическая активность отдельных нервных клеток. Что-то вроде подслушивания за их деятельностью. Согласно открытию, сделанному недавно исследователем Джаком Аризалати и его коллегами в городе Парма, Италия, имеется группа нейронов, называемых зеркальными, расположенная в передней части мозга в его лобной доле. Надо сказать, что в передней части мозга имеются так называемые ординарные моторно-командные нейроны, известные науке уже более 50 лет. Эти нейроны возбуждаются, когда человек производит конкретное действие. Например, я протяну руку и возьму яблоко. То моторно-командный нейрон в передней части моего мозга возбудится. Если же я протяну руку и придвину к себе предмет, возбудится уже другой нейрон, передавая команду «предвинуть этот предмет». Об этих нейронах, называемых моторно-командным, известно давно. Ридзалати же открыл существование подмножества этих нейронов. Возможно, это где-то 20% от числа нейронов, возбуждающихся, когда я лишь смотрю на человека, производящего данное действие. Итак, имеется нейрон, который возбуждается, когда я протягиваю руку, чтобы взять предмет. Но он возбуждается и тогда, когда я смотрю, как некто другой протягивает руку, чтобы взять предмет. Это действительно ошеломляюще, потому что это как если бы данный нейрон вставал на чужую точку зрения. Это почти как если бы он делал симуляцию виртуальной реальности действий другого лица. В чем же значение этих зеркальных нейронов? Во-первых, они, по крайней мере, должны иметь отношение актом имитирования и подражания, ведь имитирование сложного действия требует, чтобы мозг принял точку зрения другого. Значит, это важно для имитации и подражания. А в чем важность этого? Давайте взглянем на следующий слайд. Значит, вопрос в том, как получается имитация, и в чем ее важность. Связь зеркальных нейронов с имитацией и подражанием. Подумаем о таком явлении, как человеческая культура. Если посмотреть назад, на 75 или 100 тысяч лет, то эволюция человека, оказывается, пережила нечто очень важное примерно 75 тысяч лет тому назад. А именно, наблюдается внезапное появление и быстрое распространение целого набора навыков, присущих исключительно человеческому роду. Например, использование инструментов огня, убежища, конечно же, языка, способность угадать мысли другого, объяснить его поведение. Все это произошло относительно быстро. Несмотря на то, что человеческий мозг достиг нынешнего размера примерно 300-400 тысяч лет назад, это событие прошло около 100 тысяч лет назад очень быстро. Я утверждаю, что суть произошедшего во внезапном появлении сложной системы зеркальных нейронов, позволяющей подражать и имитировать действия других. Вследствие этого, когда один человек неожиданно сделал случайное открытие, скажем, огня или какого-либо инструмента, это открытие не пропало, а стало либо быстро распространяться горизонтально вдоль популяции, либо передаваться вертикально вдоль поколений. Эволюция неожиданно начинает действовать согласно теории Ламарка, а не Дарвина. Эволюция по Дарвину медвительной занимает сотни тысяч лет. Белому медведю для эволюции шерстяного покрова потребуется тысяча поколений, возможно, 100 тысяч лет. Человеческий же детеныш может просто увидеть, как родитель, убив очередного белого медведя, снял с него шкуру и надел на себя шерсть. Детеныш научится в один шаг. То, что заняло 100 тысяч лет для медведя, он может достичь за 5-10 минут. А затем, как только он учился навыку, тот экспоненциально распространяется среди всего населения. Это основа, имитация сложных навыков, и есть то, что называется культурой и лежит в основе цивилизации. Но есть еще и другой тип зеркального нейрона, решающий совершенно другие задачи. Наряду с зеркальными нейронами для действий, есть зеркальные нейроны для прикосновения. Если кто-то коснулся меня, моей руки, то тут же возбуждается нейрон в самотосенсорном контексте мозга, в его сенсорном регионе. Но тот же нейрон в некоторых случаях возбудится, даже когда я просто смотрю, как касается кого-то другого. Это есть сочувствие с прикосновением к другому человеку. В основном, прикосновение к разным местам кожи возбуждает разные нейроны. Но часть из них возбудится, если я лишь наблюдаю прикосновение к тем же участкам кожи другого человека. Вот опять нейроны, привлекаемые для сочувствия. Возникает вопрос. Если я просто смотрю на прикосновение к другому человеку, почему же я не перепутываю и не чувствую буквальное касание, когда наблюдаю прикосновение к другому? Уточняю, я сочувствую другому лицу, но я буквального касания не ощущаю. Это от того, что у нас на коже есть рецепторы прикосновения и боли, которые, проводя информацию в мозг, и говорят, «Не волнуйся, тебя это не касается, сочувствуй сколько угодно другому, но не испытывай буквального касания, иначе запутаешься, и все напортишь». Итак, есть сигнал обратной связи, который перекрывает сигнал зеркального нейрона и не допускает осознанного чувства касания. Но если удалить руку, анестезировать ее, вести в мою руку инъекцию, анестезировать плечевое нервное сплетение так, что рука немеет и перестанет воспринимать ощущения, и если теперь я буду наблюдать прикосновение к другому, я буду буквально чувствовать боль в своей руке. Иными словами, растворяется барьер между человеком и его окружающими. Я называю их нейронами Ганди или нейронами сочувствия. И это сказано не в виде какой-то абстрактной метафоры. Все, что отделяет одного человека от другого, это всего лишь кожа. Удалим кожу, и человек будет ощущать в свою мозгу прикосновение к другому человеку. Так исчезает грань между одним человеком и другим. Конечно же, восточная философия, по большей части, основана на этом. На том, что на самом деле нет полной независимости от прочих людей, на наблюдение мира, на наблюдение поведения других. Мы в действительности связаны не просто через Фейсбук или Интернет. Мы связаны в буквальном смысле слова своими нейронами. В этой аудитории, например, целые цепи нейронов ведут между собой беседу. И нет глубокого различия между сознанием одного человека и другого. И это не шаманская философия. Это выросло из нашего понимания основ нейробиологии. Скажем, есть пациент, у которого рука была ампутирована, но есть ее фантом. И пациент, наблюдая прикосновение к другому человеку, он ощущает это на фантоме своей руки. Потрясает то, что когда пациент ощущает боль в фантоме, он хватает руку другого, начинает потирать чужую руку, таким образом облегчая боль в своей фантомной руке, как если бы нейрону полегчало лишь от того, что он видит, как массирует руку другому. Вот мой последний слайд. Долгое время наука и искусство считались радикально различными. Писатель Сноу говорил о двух культурах. С одной стороны, точные науки, с другой — гуманитарные. И этим ветвям не суждено сойтись. Я же говорю, что система зеркальных нейронов дает основу и позволяет нам переосмыслить вопросы сознания, построения собственного образа, сущности разделения людей, причин человеческого сочувствия и даже вопросы возникновения культуры и цивилизации, что и отличает человека от всего остального. Благодарю вас.